Нежная кисть. Выставка церковного творчества по таким названиям открылась в галерее «Царская башня» в здании Казанского вокзала. Ее особенность в том, что она представляет работы женщин, главным образом иконописцев, но также вышивальщиц, миниатюристов, ювелиров. Выставка показывает сколь разнообразно, высоко профессионально и творчески могут работать художницы и создавать подлинные произведения искусства для церкви. С произведениями познакомилась Галина Ледвина. В XVIII веке такую выставку трудно представить. В традиционном обществе иконопись была мужским занятием. Новое время внесло в этот уклад свои коррективы. Начиная с XIX века, а в XX повсеместно, писанием икон стали активно заниматься женщины. В современном иконном писании они составляют едва ли не большинство. Женщины, может быть, более нежные, более трепетные, может быть, более тонкие, иногда более тщательные в своей работе. И мне кажется, что сегодня женщины иногда даже более интересно работают, чем мужчины. Даже иногда более смело такой авторский подход свой имеют. Порадуют зрителя тонкие и глубокие работы возможности самого сильного иконописца современности Ирины Зарон. 15 лет назад, появившиеся на выставках, они стали открытием. Московский мастер пишет канонично и при этом свободно. В художественно изысканной манере, подчеркивают искусствоведы. Мне кажется, что упор должен быть именно на образ. Образ, которому надо уметь, иметь возможность обратиться, молиться и как-то подойти, посметься, уметь. А вот это украшение, оно меня всегда как-то останавливает, что ли. И из-за этого я исхожу, когда пишу свои. Я стараюсь какой-то принцип минимализма. Мастер поручной вышивки Тамара Соколина создала руками и сердцем свыше 800 авторских работ. Вдохновляясь шедеврами древних мастеров, она творит церковные изделия, в которых применяет полудрагоценные камни, жемчуг, бисер, золотое шитье. На выставке представлен ее новый эксперимент – подвесная пелена под икону. Там стресса Зваровского, там настоящее ювирное украшение, которое я разоряла и делала из них. Центральную часть, там боковые, там все разное. И как до революции никогда мастера не хотели абсолютно одинаковыми камушками выкладывать все произведение. Они то, что было под руками, то, что давали, то и вкладывали. Поэтому можно увидеть и треугольники в кастах, и какие-то серьги, бусы. Более сотни экспонатов увидят зрители. Это работы и монастырских мастерских – сербского жеча и екатеринбургского Новотихвинского монастыря. Работы мирянок из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира Суздаля, Сергиева Посада, Курска, а также из Израиля. Разнообразие колоссальное совершенно. То есть и разная стилистика, и разные характеры, и разные подходы к пониманию вообще иконы. Эта выставка – первый случай, когда собрано и представлено женское церковное творчество. Она не разочарует, а наоборот, для многих станет открытием. Здесь есть на что посмотреть, есть чем полюбоваться. Выставка «Нежная кисть» в галерее «Царская башня» в здании Казанского вокзала работает до 31 января. Казанского вокзала – «Царская башня» в здании Казанского вокзала.